МОСТ ВАНТЕД ПИПЛ Как ты считаешь, почему именно ты выделяешься среди других артистов в Казани? Наверное, из-за своего неординарного подхода к выступлениям и к самому исполнению. То есть я никак не выхожу просто там в капюшоне на глаза, просто в кроссовках, всегда что-нибудь такое придумываю. Например, вот как в том же самом фестивале кофемолка я там выступал, у меня был номер, как я в костюме монашки. Исполнял песню, а в конце выступлений поливал всех святой водой из водивного автомата. То есть ты эпатируешь публику? Да. Это твоя фишка? Это моя любовь. Ну, прекрасно. А ты знаешь, мне очень нравится Нойз МС, и после того, как я... А знаешь, он мне тоже очень нравится. Да, это прекрасно. После того, как я прослушала твое творчество, я поняла, что между вами есть сходство. И не только в стиле исполнения, но еще вы чем-то и внешне похожи. Тебя часто с ним сравнивают? Очень часто. Раньше, когда у меня не было бороды, меня сравнивали с Десселом, а теперь вот с Ваней, с Нойз МС. Почему у тебя же нет древа? Ну, не знаю. Вот говорят лицом похож. А насчет Нойз МС, да, я никогда не отрицал и не отрицаю то, что его творчество, его музыка сказалась на мне. Вот именно он, так сказать, разбудил во мне желание работать вживую, живая музыка, чтобы вживой звук был. Мне очень нравится. Также я еще заметила, что ты любишь во время выступления оголять свой торс. Это несет в себе какой-то смысл или тебе просто нравится раздеваться при людях? Просто во время выступления я очень волнуюсь, и когда я волнуюсь, мне становится жарко, и поэтому я раздеваюсь. И все? Бывает водой обливаюсь. И обливаю зрителей. А еще ты являешься актером Казахского молодежного театра на Булате. Расскажи о своей работе там, о том, какие спектакли ты играешь, какие роли вспомниешь. Роли абсолютно разные, но чаще всего все-таки они такие чуть-чуть сумасшедшие, неординарные, психованные. Ну, может, потому что вот у меня такой типаж. У нас разные спектакли, есть современные постановки, есть классика. То есть из современных, тот же самый Рай Куни, Евгений Гришковец, из классики Антона Павловича Чехова, Зощенко. Вот, очень весело. Расскажи нам о своих планах на будущее. Сейчас я занимаюсь тем, что сам пишу пьесу, вот, решил таким делом заняться. И хочу в этом году в начале весны или, может быть, в конце весны выпустить свой спектакль. Биографический спектакль, он будет музыкальный, интерактивный, в общем, такой неожиданный моноспектакль. Я там буду полностью один, и в нем будет рассказываться моя жизнь через один случай. А, какой ты самовлюбленный, однако. Нет, просто так проще, так дешевле одному делать, а не тянуть всех остальных. Это очень тяжело, когда большой коллектив. А то, так как эта история произошла именно со мной, именно про меня, то есть я через себя, через своего персонажа хочу что-то донести вот до людей. Что донести? А вот это увидишь, когда придешь ко мне на спектакль, на премьеру. Ну, пригласи всех остальных тоже? Я приглашаю всех остальных тоже. Также ты еще говорил, что в театре на Булаке у вас планируется какое-то мероприятие 1 февраля. Расскажи нам о нем. 1 февраля будет день рождения нашего любимого мастера и главного режиссера театра Фаткулина Рустама Малануровича. Будет большой праздник, будет дискотека, будут шоу-номера, будут гости из других городов. И самое главное, будет зеленый спектакль, который называется «О счастливчик». Так что, ребята, он вас там ждет. Будет очень рад вас видеть. И под конец ты можешь сделать какое-нибудь пожелание нашим зрителям в стиле фристайла? Нет. Хотя я в 2009 году и занял первое место по фристайлу, я не считаю себя фристайлером, или как это назвать? Ну так что, будет, нет? Веди себя хорошо. Утром ходи на горшок, на щетку зубной порошок и стакан кефира для кишок. С вами Хамон, прямиком из мост Вантут. Алина, большое спасибо. Привет, мама! Спасибо большое, Марсель. Очень было приятно. Спасибо за внимание. Хотим выразить благодарность Литл Бару и большому кушу. До новых встреч! Литл Бару и большому кушу.